Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и опять поиграем в Норсгард. В данном случае уже будет большая игра, аж на шестерых. До этого я мультиплеер показывал только на четверых, но лобби случайное. Какие-то пять соперников неизвестных мне, буду пытаться объяснять. И играю за клан Ворона. Оленя и... Нет, козу и оленя я уже показывал. Вот сейчас специально... Ну, то было рандомно, я теперь специально выбрал Ворона, чтобы какой-то новый клан был. Здесь для начала возможность покупать из возможностей клана я смогу покупать... Колонизировать области не только за еду, но и за деньги. Это изначально, а потом с течением развития у меня появится возможность из гавани отправлять жителей в набеги. То есть вот помните, как в одном мультиплеере я вам показывал... Как на меня нападали с моря какими-то караванами, какими-то кораблями. Так вот, это именно клан Ворона. У него такая... И у единственного такая возможность. Ну и вот мне в комментариях еще посоветовали сразу двух скаутов делать, чтобы быстрее исследовать. Более того, для клана Ворона это одна из возможностей счастья получить. Чем больше областей вы исследовали, тем больше счастья у вас будет. Поэтому имеет смысл. Так, желательно с самого начала найти область, где много леса можно добывать. Пока вот я ее не вижу. Ну и естественная еда. Но в данном случае, видите, тут у нас волк гуляет. И пока я не построю... Пока я не построю бараки, мне его не захватить этот. Ага, вот. У нас область с лесом. Да, отлично. Здесь просто камень и руины. Значит, вот эту область мы первую колонизируем. Блин, и тут волк. Ну это жопа, честно говоря. Сразу вот так начинается. То есть мне придется... Тело в том, что я не могу построить бараки, не построив лесоруба. То есть я хотел колонизировать область и сразу там построить... Да. Ладно, давайте я тогда колонизирую вот эту область. Потому что здесь скаут может что-то... Деньги и науку найти вот в этих руинах. Тут тогда поставлю дом лесоруба. К сожалению. Так, одного скаута сюда отправлю. И одного жителя отправлю. Так, я тут какими-то утесами окружен, кстати. А вот еще область надо исследовать. Интересно, что тут. Потому что это все далекие области. Пока. Давай-ка вот тут исследуем, что... Ну и мне, похоже, надо сразу воинов делать и этих волков выносить. Потому что у меня нету областей с едой рядом. К сожалению. Так. Сразу лесорубов. Да, пока минус по золоту пойдет. Ну, я одного скаута верну. В добывальщики. Просто надо в ближайшей области... Ага, у меня тут вот красный рядом. Но правда за скалами. Это он как бы не... Не будет пока на меня нападать. Так, и нам надо... А, уже можно построить. Кстати, мне еще рекомендовали... Так, хорошая идея. Построить склад. Вот. В области, где крестьяне появляются. Потому что склад дает плюс 10% к добыче еды. А крестьяне-то просто вот добывают еду с земли. К ним тоже этот склад будет работать. Так что идея хорошая. Так, ну и что тут? Тут круг камней. Просто без всякой еды. Вот, видите, 10 еды, 50 золота дали. Ну, возьмем... Возьмем, наверное, острые топоры. Блин, а нафига я еще один дом строю? Или это не дом? Нет, это дом. А как я промахнулся мимо учебного лагеря и построил дом? Какой дебил, блин. В очередной раз. В очередной раз дебил. Так, ладно. Одного скаута вернем еду добывать. Другой... Да, пускай и следует. Чем даже не знаю. Давайте вот эту область за деньги колонизирую тогда. И тут поставлю... Тут вообще ничего нет. Это просто пустая область, поэтому здесь поставлю... Учебный лагерь. Нет, это раненая. Просто она будет дольше делать. Мне бы желательно до зимы успеть вот эту область колонизировать и тут ферму поставить. Еще мне нужно лекарей. Вот этих ребят быстрее вынести. Ну, чтобы они мне в тыл не забегали. Ну, лишний дом никогда не помешает. Это как бы не ошибка. Так, давай ты, парень, вот эту область исследуешь. Для начала. Тут у нас что? Могилы драугров. Ну, вот нет у меня еды. Вот у меня в чем проблема. В моих областях нету еды. Так, давайте-ка разберемся с волчком. И сразу колонизируем эту область. Потом сразу побежим с этим волчком разбираться. Так, строим ферму. Так, и колонизируем сразу эту область. И сюда перенесем добычу леса. Так, ну и пожалуй, воинов сюда перекину. Ну, надо начать сейчас еще хижину лекарей построить. Сто еды для склада нужно. Так, лесорубы переходят сюда. Это, очевидно, сюда собирать еду. Здесь здание лесорубов уничтожаем. Потому что здесь... Блин, там почему-то напал волк. Ну, тут тоже много волков ходит. Потому что здесь плюс 20% к добыче леса. Так, 3 раненых. Поэтому мне хижина лекаря нужна. Хотя бы одного. Сейчас начнется зима. У меня будет минус процент к нападению. Так, поэтому я все-таки перекину в эту область пока. А тут уже волки нападают. Тут просто у меня нету жителей. То есть, если волки нападут на эту область, то я... Ну, успею просто прибежать. Никого тут не будут ранить. А в этой области у меня сидят... Лесорубы. Так, давай лечить. Сейчас минус 6. Но я думаю, что этого хватит. Тем более... Ну, еды хватит до конца зимы. Тем более, что сейчас появится еще... Селенин. Поселянин. Так, что у нас тут? По славе я первый. По торговле он... Клан Козы впереди, как и по мудрости. Что-то он там... Какой-то круг камней, может, нашел. Но мне надо, конечно, гавань строить. Она мне будет и деньги давать, и плюс еще науку. А потом у меня-то оттуда еще наемники будут бегать. Я даже могу несколько гаваней построить. У меня тут прибрежные области нормальные. Так, пока воина лечат. Ну, зима закончится, потому что, видите, во время зимы 30% сила ваших бойцов уменьшается. Зима закончится, я пойду вот эту область зачищать. Ну, просто, чтобы тылы уже были безопасные. Потом можно, скорее всего, вот этой заняться. Потому что тут еда... Может, даже в начале этой областью заняться. Так. Увеличивает скорость разведки. Да, наверное, это возьму. Потому что, повторюсь, мне... Это бонус будет потом за исследованные области. Слушайте, а вот это не граница кого-то, нет? Ну, так на карте вроде не видно. Давайте я лучше вот эту область исследую. О, поток магмы обнаружен. Нужно захватить область, чтобы достичь победы. Тут можно кузницу построить. Но это победа через славу. Да, ну вот видите, правильно я тут воинов держу. Так, опять война лечить надо. Да, я, наверное, вот эту область лучше буду зачищать. Для начала. Потому что тут есть еда. Рыба. Сейчас воин долечится. Слишком много раненых. Так, начну, пожалуй. А, это йотуны. Тогда нормально. Йотуны меня устраивают. Как соседи. Опять минус. Слишком много раненых. Так. Требуется 160 еды. Давайте-ка я сначала гавань пока построю. Ну, чтобы деньги пошли. Ну, просто когда нет денег, сейчас будут здания... ...требовать ремонта. Да, вот, например. Так, давайте скаута вернем, чтобы он полечился. Так, отправляем сюда двоих. И... ...в поход за наукой. Плюс они, видите, золото дают. Так, все, добывайте еду. Ну, кто у нас не вылечен. Поселянин. И... ...скаут. Кого эти ребята лечат? Разведчика. Давай, ну... Давайте-ка он пока поработает здесь не разведчиком, а добытчиком еды. Мне все равно надо 160 еды для колонизации вот этой области. Или 80 денег, да? Ну, денег в половину, типа, требуется. Так, подожду пока... ...еще одного вылечат. И буду, наверное, вот на эту область нападать. Надо ее... Видите, опять волки появляются, потому что тут логово. Пещера волков. Ну, пока один. Ну, то есть, это не проблема зачистить. Наверное, вот эту надо зачистить. Ну, тут всего один. Хотя, нет, у меня скоро 160 еды будет. Так, ладно. Надо эту чистить. Область. И колонизировать сразу. Год будет холодным, блин. Надо накопить еды быстрее, как можно больше. Так, два поселенца. У меня нехватка домов. Во-первых, дом строим. Во-вторых, строим рыбацкую хижину рыбака. Так, что возьмем? Ваши знахари будут лечить на 50% быстрее, а не занятые лечением добывать еду. Да, возьмем это. Можно сразу еще одного тогда поселенца в знахаре определить. А эту отправим сюда. Она будет потом рыбаком. Так, почему несчастные? Надо бы какую-нибудь пивоварню, наверное, построить. Так, этих рыбаками определили. Так, вот не знаю теперь, тратить ли мне древесину на что-нибудь. Либо пока так оставим. Но я бы склады, конечно, хотел построить все-таки. Так, все-таки плюс к добыче еды. Блин, еще и счастье нужно где-то добыть. Ну, пивоварню можно построить. Либо устроить пир вообще, кстати. Давайте, наверное... Не знаю. Наверное, второй склад пока не буду строить. Маловато у меня дерева. Я боюсь, мы зиму не переживем, иначе. Еще склад, конечно, тут надо построить. Блин, а почему один из двух мореходов? Одного только морехода посадил. Вот, два из двух. Все, поехали. Так, давайте пока эти вылечены, ребята. Вот эту область зачистим. Блин. Только я ушел, естественно, на ту область кто-то напал. Не кто-то, а волк. Ладно, этих ребят всех быстро вылечат. Да, несчастный, я в курсе. Ну, пока так побудет. Так, вылечили воинов. Надо до зимы просто успеть этих волков, блин, поубивать. Потому что, опять же повторю, 30% минус. Ну, вот зима настала. Все. Теперь можно тут сидеть. Что возьмем? Счастье от исследованных областей. Да, давайте. Ноль, видите, только до нуля. Но надо больше. Тут не плюс одно счастье за каждую область, а там из какого-то количества областей одно счастье будет. Я точно не помню. Кстати, можно отправить одного. Блин, ну маловато еды. Сейчас я посмотрю, когда вот начнется вот эта метель. Какой минус будет к еде. А, ну и плюс у меня сейчас еще лекари типа не собирают еду, потому что лечат. Да, знаете, я отправлю одного скаутом. Пускай. Ну, минус 19. И это еще без лекарей все еще. Так, какую область важнее? Давайте вот эту. Все, минус 16 с лекарями. Нормально, нормально. Вот. Больше меня дерево волнует. Хватит ли дерево? Или замерзать будут? Так, как лето начнется, надо будет склады построить, опять же, около рыбы и здесь, а потом гавани. Блин, ну должны... Должны выжить. Я, кстати, могу еще гаванями исследовать. Видите, 10 монет стоит исследовать, но денег у меня маловато, поэтому я их пока поберегу. Блин, еще бы, конечно, и пивоварня нужна для счастья. Все, суровая метель закончилась, а вот и лето настало. Так, для склада 100 дерево нужно. Так, давайте этого чувака посадим знания получать. Граница оранжевого, зеленого. Так, а давай-ка ты лучше оранжевого исследуешь. Вот тут к нам поближе. Вот здесь бы надо башню поставить. Пока драугры, конечно, не нападают, но могут начать. А вот и начали, кстати. Блин, они сурово тут бьются. Так. Дальше, наверное, торговлю. Кораблестроение что дает? О, больше ресурсов на 50%. Так, строим еще одну гавань, наверное. Пожарлей его. Какая проблема. Нравится еще одна. Не забей, пожалуйста. Вдох. Пожарли бежать до вот этого. Так, чтобы не было. То есть вот тут на крыльпы. Так, чтобы было выключить его на территории. Да, здесь. Заплатываем. Нежность. Пойдем выключить вовдество. Просто сп Vaноort. Так, надо желтого еще исследовать, и красного. Блин, столько волков вообще. Просто эти гавни мне и науку еще будут давать, и деньги давать. И то, и то классно. Плюс три науки. Сейчас я еще быстрее мореходов открою. Так, несчастным. Я могу либо область колонизировать. Соточка. Давайте. Ну и плюс территории надо открывать. Тоже. Вот видите, от странников я плюс два имею. Но мало территории. Давайте я начну платить десятку за открытую. То есть у меня там и скаут бегает, и я территорию еще открываю. Так, значит, тут склад есть. Тут склад есть. Надо еще здесь склад построить. Вот тут нехватка места. Больше места дорого стоит. Я бы, наверное, какой-нибудь из домов удалил. Кстати, и знахарь тоже еду. Блин, тут вот надо два дома убрать, сюда поставить, а сюда знахарей перекинуть. Чтобы со складом они вместе нормально давали. Так, кораблестроение. Вот смотрите, у меня сейчас плюс 13 и плюс 8, да? Плюс 16 и плюс 12 стало. Знаете, я возьму я, наверное, к счастью. Плюс. Так, а тут что будет? Драугры. Где там нападают? Опять волки. Ну, я думаю, там отобьются без проблем. Да, значит, так и делаем. Тут строим дом. Ну, вот, когда это, так сказать, не знак, вот из этих дырочек сейчас драугры полезут. Отлично. Так, дом построен. Тут, значит, один дом удаляем. Перебрасываем сюда знахарей. И надо уже бы камни начинать добывать. Так, так, так. 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 Да, наверное, колонизирую эту область. Ну, тоже плюс, к счастью. Так, знахари у меня сюда переходят. Это удаляем. Здесь строим домик. Еще один. Можно даже в другой уже области строить. Тут, например, это не особо важно. Так, и принимаем чеканка от торговцев. Уменьшает стоимость улучшения зданий. Да, давайте это возьмем. Видите, у меня уже плюс четыре от странников. Когда я только начал, было плюс два. Уже плюс четыре, кстати. Где мой скаут? Так я тут как раз, но типа не встретил. Так. Да, драугры, конечно, тут сурово. По мне дубасят. О, красный побежден желтым. Красного можно было и не находить, значит. Так. Ну, тут минус двенадцать, потому что лекари сейчас лечат. Они добывают еду. Да, елки. Сколько можно нападать-то? Так. Так, и здесь я еще строю силос. А, блин. Дом убираем. Строю силос. Ладно, сейчас он исследует эту область. Вернем скаута в крестьянское состояние, чтобы он полечился. Крестьянское состояние скаута. Блин, сейчас голод начнется. Правда, скоро уже конец зимы, месяц остался. Ну, фигово. Ну, фигово. Опять, где нападение-то? А, блин. Просто зашел на территорию, видите. Ну, я сейчас сюда приду воинами. Так, плюс пошел. Никто не успел заболеть. Это радует. И строим шахту. Так, что мы тут возьмем? Плюс два, к счастью, за каждую гавань и плюс три за каждую улучшенную гавань. Ну, да, наверное, это... Видите сразу, сколько счастья. И, кстати, я бы еще одну гавань построил. Вот здесь. Например. Слушайте, надо этот рассадник-драугров вынести, потому что что-то напряжено. Они мне каждую область уже тут напрягают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минус четыре из-за того, что, опять же, лекари лечат. Из-за того, чтобы еду добывать. Так, сколько тут камня? Немного. Все, вылечили. Видите, плюс восемь стало. Так, поехали. Драугров бить. Они тут будут появляться до сих пор, пока я не колонизирую эту область. В этом проблема. Слушайте, а тут желтый вообще стоит. А пускай он их мочит. Что я за него работу буду делать? Почему это здание без работников? Странно. Так, опять у меня куча денег. Надо... Исследовать. И улучшаем. Так, надо бы еще домики построить. Так, а что тут будет землетрясение? Ну, дерево вроде есть. Хотя... Можно бы и больше было бы добывать, да? Напоминаю. Мне вот это исследование областей дает счастье. Чем больше областей я вижу, тем более счастливы мои ребята. Мне даже, наверное, уже скаут больше не нужен. Я чисто все за деньги буду сейчас исследовать. Так, сейчас будет землетрясение. Блин, опять он на ту область приперся. Так, теперь, наверное, на силу уже будем брать. И возьмем камень и железо. Так, здесь мы все выработали. Этих крестьян поставим рудник здесь. Дальше улучшим дом лесоруба. Следующим. Ну да, мореходы только прибрежные области исследуют. Вот эти внутренние все-таки мне скаут понадобятся в любом случае. Так, теперь железо добываем. И кому мы улучшим инструменты? Наверное, мореходам. У нас их больше всех. Мореходам, во-первых. А во-вторых... Лесорубам. Так, еще одну гавань я хочу построить. И даже, может быть, и не одну. Так, что нам еще улучшить? Силы склады, наверное. А, еще я вот эту добычу рыбы не улучшил. Так, а вот теперь можно склады... Следующим улучшать. Ого, алтарь канунгов построен кланом оленя. О, рейдер. Открытое у меня достижение рейдера. Вам, наверное, не видно? Блин, как они утомили вот эти нападающие. Почему желтый не хочет эту область зачистить? Чисто потому, что... Это скорее мне она мешает, чем ему, да? Так, тут готово. Давайте мы, наверное, сразу улучшим и троих сюда запихнем. Раз. Два. Блин, и тут драугры поперли. Ну, что ты будешь делать? Блин, аж четверо. Ну, ничего себе. Я боюсь, как бы мы тут не поубивали всех, на самом деле. До одного убили. Второго убили. Блин, ну четыре драугры. Ну, это нормально вообще? Так, ну, придется двух воинов сделать. Встойчивость мирных жителей. Да. Фуф, отбились. Так, где тут? Знахаре пускай работают. О, я этих ребят не отправил. В поход. И исследуем области. Посмотрите. Так. Продолжение следует... Как вы затолбали-то, господи, ну... Мне тут надо башни строить. Это вот все эти области, куда нападают. Так, этот год пережили, но у меня проблемы с едой. Так, давайте улучшим крестьян, улучшим знахарей и улучшим рыбаков. Так, тут все добыли. Одного из них рыбаков сделаем. Так, сколько тут еще зданий? Еще одну шахту можно... Блин, поставил, удалил, молодец. Так, улучшим оружие. Мудрецы. Ну, не знаю. Давайте лучше горняков тогда улучшим. Так, у меня куча денег. В принципе, можно начинать рейды. Вот, например, к желтому. Он там красного вынес. У меня три этих. Двести десять. Поехали. 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 А, не могу я на одну и ту же, что ли, да? Хорошо, а у серого... Нет, это зеленый. Блин, не туда я направил. Ладно. Кто у нас там победить может? Оранжевый торговлей с серой наукой. Давайте улучшенные снаряжения. Так, силос надо улучшить. И домик еще построить. Поехали. ồi Продолжение следует... Так, желтый там этого захватил еще раз, оранжевый и серый. Серый это вот тут, да? Но у него стоит башня. А оранжевый... Вот он. И у него тут ничего не стоит. Отлично. О, я захватываю центр желтого. Он там прибежал. Оранжевый... Оранжевый... Так, надо улучшить гавань. Так, надо улучшить гавань. Так, ну что тут? Оранжевый стоит. Давайте еще к нему отправим. Оранжевый... Оранжевый... Сейчас я приму предание, отправлю. Видите, у меня уже недоступно исследовать, потому что все прибрежные области исследованы. Ученость... Торговцев у меня нет. Шайк потребления, рост населения... Ну, так себе. Даже не знаю. Давайте ученость возьмем. Так, давайте я трех... Чуваков посажу... Мудрецами. А, так у меня уже тут сидят. Ясно. О, строит защитную башню, наконец-то. Сразу на две области нападем. Он там по деньгам выигрывает, просто оранжевый. Башени. Учачье. Криво. Мудрецин. Уча. Криво. Уча. Криво. Мудрецин. Уча. Криво. Уча. все я его победил прикиньте так теперь надо серым разобраться ну слушайте хорошие эти штуки конечно так у него там по науке да он пытается где у него камень здесь есть у него везде на побережье эти поставлены как их башни ну блин суровая зима началась фигово так давайте 420 денег на собираем и я сразу два рейда устрою к серому что он мой единственный соперник здесь на воеводу что-то потребление дров зимой это все не надо блин не знаю все это ну давайте уменьшение потребления дров зимой все это в принципе нафиг блин сейчас голодуха на и может надо было прирост населения лучше взять у него воевода есть фуф пережили зиму может еще одну гавань тогда построить ну вот все рвите по деньгам и по науке а у меня еще мудрецов не хватает кстати то есть мне нужно камень добыть и камень мудрецов еще один построить это хорошо что я заметил так тут камень есть но не хочу с оранжевым соприкасаться пустот м и livelihood и и вот тут видите башни стоят конечно круто блин где же мне камень и не могу кстати я могу построить рынок и купить там просто камень это кстати хорошая идея сколько стоит камень 15 мастерская мудреца 15 камня у меня денег дофига почему нет я по-моему серого по науке догоняю 8680 надо глянуть чуть позже мне еще серебро надо чтобы улучшить мудрецов надо камень купить я бы должны раз сначала серебро купил чтобы мудрецов улучшить ну блин он не сразу будет доступна надо все таки короче надо эту область захватывать и камень тут добывать а Так, давайте ещё, чтобы ему там жизнь мёдом не казалось, понападаем. Так, а что у меня рыбаков две штуки только? Так, три рыбака, склад улучшен. Три крестьянина, склад улучшен. Вот тут склад ещё не улучшен, но камень мне нужен для другого. Так. 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 Так, давайте камень добывайте. Ну ты нахрена, желтый на меня нападает. Ай, блин, желтый. Желтый, желтый. Ну вот, и все. Не понял, кто победил. А, серый, во. Надпись вообще офигенная, да. Все-таки не успел я догнать его. Ну отлично, мне вот эти, знаете, гавани очень даже понравились. Куча денег идет, куча науки при этом, да еще и высаживаться можно, еще и изучать области, которые есть. Надо было немножко раньше, наверное, этих строить, их намного больше строить. У меня единственная в этой партии была проблема с едой. Вот это проблема, действительно. То есть всего две области с едой, рядом ничего нету абсолютно. Это странно, честно говоря. То есть именно вот из-за нехватки еды, мне кажется, я тут чуть-чуть отстал от серого. Но в принципе было интересно. Спасибо, что досмотрели до конца. Давайте свои советы в комментариях, естественно, по этой игре. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.